здравствуйте друзья мы возвращаемся к будням потому что два дня так у нас очень мы отключились от этих самых будин будней вот участвуя в съемках в качестве объекта если представляю как трудно участвовать съемках в качестве съемочной группы этого вообще кошмар то есть насколько тяжело ребятам ой-ой-ой ну они мотаются много они снимают снимают потом все это уходит на монтаж в другое место их задача просто снимать так что конечно еще мозг мозгами я не отошел и спали мы как-то вот может быть не так много как обычно ну ничего сейчас я вернусь в офис у меня с утра урок а дальше уже как урок пять часов на урок там с перерывом там еще чем-то и вот мы погрузимся обратно в нашу обычную такую повседневность я рассчитываю что на следующей неделе ну может ну да где-нибудь так вот на следующей неделе у нас пополнение прибудет у нас сразу три человека да то есть у нас педагог прибывает я видео сниму в аэропорту мы встретим девушку и у нас ребята приедут на машине из техаса муж и жена он будет админом а жена будет фронт-деск наш офис менеджер можно так назвать и они там пару недель потренируют те ребят которые сейчас это делают ну и в общем так они приступят на педагога наверное больше времени уйдет на тренировку но посмотрим в общем я надеюсь что как-то немножко полегче будет потому что мы вовлеклись в больше преподавания чем может быть надо было бы то есть все остальные сотрудники у нас было три преподавателя осталось 2 и на них нагрузка и на на всех остальных тоже потому что преподаватель не только уроки ведет но там контрольные проверяют он ведет тоже вот эти вот клиренсы то есть такие интервью на которых чеку дают допуск на на практику чтобы можно было отправлять то есть надо сдать какой-то материал и потом когда они с практики приходят для выхода на рынок труда то есть там тоже отдельно такой клиренс это в общем каждую неделю там с какой-то чистотой происходит поэтому отсутствие одного человека сказывается когда осталось двое поэтому я стал немножко больше преподавать и наталья вот у нас есть тоже ей там достается в общем хорошо сейчас новый чек появится я не знаю когда все войдет в такое русло знаете крейсерской скорости такой на которой школа должна двигаться но по всякому случае какой-то шаг вперед уже хорошо вот а пока что сносит башку со всех сторон что-то такое надо делать до что еще хотел сказать у нас неожиданно для меня был знаменитый человек может сказать в съемочной группе оператор олег который ну как то вот многие его знают по этому циклу орел и решка а я никогда сайте вот я даже не знаю что есть такое оказывается такое популярное зрелище и студенты у нас вот ребят снимали в офисе портнов компьютер скулл и там в этот момент студентов то почти и не было потому что урок урок только что закончился они разбежались и там вот две девочки я остановил так чтобы мы с ними чем такой поболтали и одна из них так смотрела смотрел на него говорит это же говорит вот из орел и решка вид и так радостно побежала с ним делать селфи со словами что вот у меня там кавалер этом он фанат вообще этой передачи и вот как увидит что я значит вот с олегом сфотографировано будет ужасно будет завидовать вот так вот то есть мы оказались в таком мире знаменитостей можно сказать неожиданно для себя и просили ребята олега проинтервьюировать но он как-то вот не был бы расположение духом и таком чтобы от интервьюироваться очень очень скромный парень и вы так машине с ним ехали поболтали но так без записи вот наверное все наши впечатления во всяком случае хорошие впечатления у нас раньше снимали там и второй канал и нтв и твц вот и твц был единственным каналом где нас немножко показали что все остальные как-то вот мы не форматные для них с нтв я там потом женщины списался и года как там она говорит все где там собрались все смотреть там как на про вашу школу там и так далее но говорят но неформатная а сами с интересом смотрели то есть материал у них хороший был мне не пошли мы вот а тут все-таки это как бы больше свои ребята то есть нас не должны в москве там утверждать знаете да такая вот история я отвлекся совершенно от всех остальных новостей там политических там жизни страны еще что-нибудь обгорел я бы ой обгорел ой обгорел часть я камеру поверну вы посмотрите так зеленый свет только не нужно сейчас на светофоре есть зеленый свет давайте я камеру поверну я еще не в самом плохом виде потому что пару дней как обгорел зеркало смотрю я сейчас получше я сейчас получше но тут и руки обгорели вот они за это так вот вам видно так что не то чтобы больно но как-то знаете непривычно так баха ну там чувствуется но опять же рожи красная на что это такое сейчас вот приду на урок а рожи красная да ну ничего страшного и так это как раз мелочь а мне всегда да как же так ты там столько лет уже в калифорнии живешь и обгорел сам не знаю вот так вот эти бывают увлечешься я обычно на улице в кепочке хожу а тут что-то вот так как-то раз раз там побежали поскакали и вот и какое-то время был на солнышке без кепочки вы нас тут строго солнышком это строит такое солнышко раз и обгоришь надо аккуратно обычно мы так прогулялись и ушли а во время съемки мы больше времени находились на улице чем в обычные дни у нас бывает что еще что еще за эти несколько дней думаю думаю не могу вспомнить знаете и вроде и алкоголь не употреблял ничего такого а в то же время светлана мне сегодня с утра поднесла стопарик рассола мы не рассола она любит квасить там ферментировать там огурцы там помидоры вот и вот такого огуречного вот этого вот сплошные пробиотики и я думаю что это пробиотики ну ладно значит выпил этот стопарик и знаете чувствую как вот хорошо думаю да вроде алкоголь не употреблял ничего такого и вдруг на тебе вот из-под огурцов но советую друзья советую даже если у вас нет явного повода такого алкогольного очень хорошо идет вот сегодня утром так неожиданно для себя обнаружил ой вот видите хорошо от я еще веду аккуратно потому что рефлекс набежало много дел то есть в скайпе там не отвеченного сколько-то и там ну во всех соцсетях где люди мне что-то пишут и даже в личке ютуба я чё-то как-то не было возможности забраться то есть комментарии я еще просматриваю чтобы там не было безобразие всяких вот так вроде все ничего но вообще от нас сказать насчет комментариев я оживляю сюда что постоянно находятся люди знаете вот эти с как это я рассказываю не тот давайте еще раз расскажу как приходит человек который обрезание делать я не помню как называется должность в общем он приходит делать обрезание младенчику и и говорит родителям а что младенчик а вот глаз один без века но в смысле одно века есть другого нет родители говорят ну родился таким и он вы знаете что я вот сейчас мы это поправим я сейчас вот тут отрежу а тут мы подошьем и вообще будет как родной и отец где-то не надо тот где-то точно никто не поймет отец говорит понимаешь где лучше не в том поймет не поймет но ты сам подумай вырастет парень и какой у него будет взгляд на жизнь вы уже поняли о чем речь так вот у нас среди комментаторов есть такие которым пришли в детстве с одного места на другое они все время как это гадость норовят написать и я с одной стороны понимаю что они живут в гадости и как бы гадость это основное таскать общение которое у них происходит они все время нравят другому человеку какую-то дрянь сказать но что для этого мало места где-то надо на наш канал для этого прийти ну правда вот если хочешь сказать дрянь пойди куда-то скажи дрянь там есть масса мест созданных для того чтобы сказать дрянь но они специально для этого и тебе будут рады они любому комментарию рады да то что как бы вот а а у нас нет поэтому так вроде бывает и слова все приличные а взгляд вот на жизнь такой пойти взгляд на жизнь вот этот вот пересаженный хирургическим путем созданный поэтому так приходится иногда да в общем я думаю на самом деле что если вы посмотрите вот эти два сюжета что я снял но может быть там их даже не два но нет их не два и вчера было два до вчера было два и до этого было еще 244 4 сюжета я снял о том как там съемки идут мне кажется вам должно понравиться там в общем были такие необычные для нас сюжеты кто-то там критиковал что вот киношники значит приехали в такие места там apple google а сами по магазинам друзья это я в магазине снимаю то есть может они тоже чем снимут но там еще много других мест кроме магазина то есть они они там снимают но когда нас снимают я в общем-то обычно без камеры против я у них кадры я же не буду с камерой ходить особо хотя они меня подлабили когда там что-то сам снимал они так тоже вот фильм который будет сделать сделан где-то займет я боюсь соврать то ли 24 то ли 26 минут то есть так программа допустим где-то 30 минут ну там плюс реклама и получается там по 24 минуты из снимали они много часов снимались интервью с нами с гостями я даже я я боюсь оценивать но там если там будет 20 часов я не удивлюсь тем более на две камеры съемка идет и вы когда сами то смотрите что-то это же не не блогеры когда знаете он там вот сел вот как я с вами еду до работы 20 минут и 20 минут вы видите мою физиономию там же несколько секунд туда несколько секунд туда там же на секунды счет идет у людей все эти сколько нужно иметь материала чтобы вот вам по секундочкам порезать поэтому ну что-то они снимают там знаете что еще интересно что операторы то есть казалось бы люди на камере и целый день под этим занимаются но в какие-то моменты они достают селфон и для себя что-то такое щелкают на тени уже не видео просто фотографии какие-то делают причем это может быть ну не знаю там волна вот хорошее идет ох какая волна красивая там раз снял волну знаете как как интересно то есть это какое-то состояние души найдет такое когда картиночка красивая такая то есть ты когда ты понимаешь что это может быть не нужно там на редакции но для себя хорошо и с олегом мы когда разговаривали оператором он был ста внизу места в девяносто восьми странах он был пока снимал вот этот орел и решка он там чуть ли не не больше половины сюжета подснял для этой передачи девяносто восемь стран ребят в голове не умещается просто я не могу себе представить штаты не все объектом треть штатов объехал в сша там из пятидесяти хватит то есть до пятидесяти не дотягиваю а тут девяносто восемь стран в этом в этом есть что-то не знаю кроме того что все время в походных условиях конечно ну в общем такая вот история ладно я не буду там из себя вымучивать мы почти приехали мне слушайте меня три минуты до начала урока вот ведь жизнь ой да ладно три минуты мне обещали сотрудники принести алоэ вера и намазать мне лицо этим алоэ вера от ожога не знаю дома у нас нету дома у нас календулы есть света меня какой-то календулы мазал даже я не знаю ну получше да если еще алоэ вера намажут можете представить какой я буду хорошенький так 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 тихонечко все друзья мы с вами прощаемся я иду на работу а вы по своим делам счастливо но до до Субтитры подогнал «Симон»